Девушки отдыхают Даже сегодня в прокат выходит мощный боевик от самого Гая Ричи. Команда взрывная, а значит и фильм обещает быть таким же. Повествует сюжет о загадочном джентльмене, который устраивается инкассатором, чтобы выйти на соучастника в серии многомиллионных ограблений. У картины есть французский предшественник, фильм «Инкассатор». Но новинка обещает быть не менее хладнокровной и загадочной. Не пропустите! Гнев человеческий Крупная корпорация сбрасывает в море токсичные отходы. У жителей проблемы со здоровьем, но их не замечают. Вы можете нам помочь? Я должен поехать в Японию и помочь им. Ты всего лишь фотограф, пусть и выдающийся. Ты ничего не изменишь. Но праведные дела могут многое преодолеть, хоть это и будет стоить силы и здоровья участникам. Фильм основан на реальном событии, которое в свое время потрясло весь мир. В 70-м военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала «Лайф» возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке разворачивается экологическая катастрофа. Главную роль сыграл Джонни Депп, и он был единственным актером, которого видели Юджином Смитом, так что даже не проходил прослушивания. Вдова фотографа лично консультировала авторов, так что фильм обещает быть максимально правдивым. Это наш шанс найти планету, пригодную для жизни. Мы создадим и вырастим людей для этой миссии. Три. В полной изоляции, чтобы подготовить для жизни в космосе. Два. Полет продлится 86 лет. Один. Перспектива вечной жизни в космосе не сахар, конечно. Но кто в итоге их спрашивать будет? Хотя, может, и стоило как раз. История разворачивается вокруг группы бороздящих космос. В полете их чувства и желания блокируют, чтобы избежать опасных моментов. Но, как это всегда бывает, любопытные всегда находятся. И миссия, оказывается, под угрозой. В главной роли сыграли юные голливудские таланты. Тай Шеридан, Лили Роуз Депп, Финн Уайтхед. А возглавляет всю эту братью уже не юный, но по-прежнему более чем прекрасный Колин Фаррелл. Долетят, не долетят? Узнаете в кино. Мы сбились. Едва ли этот путь предполагал Гэндальф. Не все идет, как он предполагал Сэм. Это невозможно. Для хорошего фильма возможно все. Не переживайте, это вы не в 2002 попали. Это просто кинематографисты решили нас порадовать и показать нам вновь в кинотеатрах одной из лучших трилогий «Властелин колец». Сегодня выходит вторая часть. Сюжет погружать не будем. Вы наверняка и так все знаете. Просто сходите поностальгировать в кино. Субтитры сделал DimaTorzok